Впервые в истории российского рестлинга Сегодня стартует командный турнир НФР 2009 года В нем по системе плей-офф сойдутся все 8 действующих команд независимой федерации рестлинга Среди которых Адские клоуны Бескульт-привет Казанова и Синий Гром Коза Ностра Эксотик Стайл Амигос Слава Нескубин и Антон Терябин Роник Римсон и Иван Марков Локомотив И медбратья Проигравшие команды выбывают А победители продвигаются дальше Победители в конце турнира встретятся с действующими чемпионами независимой федерации рестлинга в парных боях Иваном Громовым и Олегом Лешиным Итак дорогие друзья с вами снова как обычно в это время независимая федерация рестлинга И этот величайший беспрецедентный командный турнир открывает команда медбратья Причем встречают они новый 2009 год не только в обновленном составе Но и в обновленных костюмах Посмотрите как замечательно выглядят эти молодые ребята на ринге И у них есть даже сказать пару слов в адрес своих сегодняшних противников Я рад запрещить вам по команде медбратья В это страстно Сейчас она сильнее Чем когда-либо Мы включимся в этот командный турнир И скоро станем новыми чемпионами И на своем подборном порядке И специально для тех Кто встанет на вашем пути В этой встрече бесплатно научился в ближайшем дравду Не очень И вот дорогие друзья мы увидим кто же их сегодняшние соперники Это самая спортивная команда не только в российском рестлинге Но и вообще в мировом спорте Это команда физкульт Привет! Спорные конечно как всегда заявления делает мой напарник Вот и в доказательство моих слов Посмотрите Каждый свой бой эта команда начинает С хорошей разминки Между прочим Советуют они всегда это делать Не только борцам федерации Но и всем зрителям Которые приходят к нам на чемпионаты Медбратья как-то скептически по-моему относятся К этому всему происходящему А хотя нет Посмотрите Почему же скептически Вот Вот правильно Команда физкульт-привет Дорожает здоровым образом жизни Всех кто находится вокруг них Вот видите Они даже подсказывают Как нужно правильно приседать Посмотрите какие заботливые Вот так я и знал Что кончится каким-то подвохом Очень же подвох Они неправильно приседали И они им в качестве наказания По методу крутая пряника Есть что-то в этой команде Физкульт-привет Такое нечто подлое Присущее большинству учителей физкультуры Да вы знаете Уважаемый коллег Вы мне сейчас тоже Напомнили про его школьного учителя физкультуры Да ладно Не будем об этом Уже прошли те стародавние времена Ну что же Наконец-то матч переходит в легитимное русло И вот начинает метбрак Дима Против физкультурника Олега Опа Прекрасный армдрак с подпрыгом Смотрите-ка Но Олег естественно не растерялся Легко он выходит из этого армдрака Неужели это будет DVD? Совершенно верно Вот так вот Вот он спортивный образ жизни в действии И что медбрат Дима думает Что слезы напарника поставят вместо себя Это хоть как-то его спасет? Да не спасет Тем более Мне лично интересно посмотреть на этого нового медбрата Какого же нового? Вот тут будет уместно сказать пару слов Это же медбрат Леха Коллега Читайте историю Федерации Рестинга Ведь этот медбрат Леха Стоял у истоков команды медбратия В далеком 2005 году И в своем же дебюте Кстати дрался он тогда с Русланом Серегиным Он получил сильнейшее сотрясение мозга И с тех пор не мог выступать Он даже попал в больницу И благодаря этому даже получил откос от армии Так что вот И восстанавливался он после этого почти три года И вот сейчас наконец он снова с медбратом Димой В одной команде И они будут бороться за продвижение к финалу этого командного турнира Вы знаете коллега Не знал я не знал Такую же утрепещущую историю этого борца Обязательно получил матча из прошлых лет Федерации Удержание раз, два Нет слишком близко к канатам Поэтому физкультурник Александр хватается И удержание надо Раз, два Нет, нет Теперь медбрат вылезает из удержания И бой продолжается Да, ловко подловил его Александр И похоже не собирается на этом останавливаться Он избирает тактику Болевого обрабатывания локтевого сустава Медбрата Лехи И смотрите-ка Олег подсоединяется к этим действиям А что же ему еще остается делать? Медбрат полностью под их контролем А вот вы помните Может быть буквально еще пару месяцев назад Ой, какая жестокая атака плеча Дорогие друзья, поверьте Это больно Да, очень жестоко атаковал Олег только что Медбрата Леху Я хотел сказать, что вы помните Еще пару месяцев назад У нас очень часто были смешанные команды Когда медбрат выступал с Клоуном Или там Крюгер с Васей Штырем Или что-то в этом духе И вот теперь, наконец Командный турнир открывает Две легитимные Сработанные уже практически команды Два медбрата против двух физкультурников Да, сшибает сейчас медбрат Дима Ударом закрученой ноги Плюс физкультурник Александр Вы знаете, что... Олега! Да, извините, Олега я их путаю Все время они оба красные Они оба по коже Все как на подбор Красавцы, спортивные Уж мне, простительно, перепутать Одного с другим И... Аааа Обратный бросок И, похоже, Олег ударяется Затылком Не может сразу встать И это позволяет медбратьям Провести двойную атаку Раскон и двойной локоть Это же непонятно О, ну это вообще Ну это просто не спортивно Ну как можно так издеваться над человеком Ну это я... Я же не знаю, как это назвать А, по-моему, самоотверженный прием Не жалеют своих луков Попытки разложить грудь оппонента Берите пример только что с Александра Правильно, нечего вмешиваться в бой И поделом получает он локтем от Лехи Слишком поздно оборачивается Получает шиелом от физкультурника Олега Но, конечно же, он не будет сдаваться так быстро Ведь бой идет всего лишь какую-то четвертую или пятую минуту Да Медбрат Леха контратакует, разбегается И попадает на эти детей От физкультурника Александра Вот это действительно был красивый командный прием Выполненный физкульт-приветом И, кстати говоря, это даже может в какой-то степени переломить ход боя А пока что ход боя опять переломил Медбрат Тима, который непонятно зачем вмешался Не в свое время и не в свое место Он не мог спокойно смотреть, как его напарника обрабатывают эти потлые физкультурники Ну, теперь он будет на это смотреть за пределами ринга Что задумал Медбрат? Он не только задумал Он исполнил этот двойной пульдог Отлично! Вот такой вот ответ Один-двоим Он отомстил зато ТТТ И смотрите, атака продолжается Что задумали Медбраты еще? Это Харон Карана Да, я не верю своим глазам, что происходит на ринге Я не узнаю физкультурников Они ничего не получают А я не узнаю Медбратов, но в хорошем смысле Они вернулись И посмотрите, как они сияют Как они блистают на ринге Да, а вне ринга пока что блистает физкультурник Олег А физкультурник Александр, к сожалению, получает по полной программе за обеих За обеих за кого? За себя и за напарника Они же не девочки Медбрат Дима не теряется Как истинный моральный лидер И вообще ветеран команды Медбратьев И ветеран российского рестлинга Он не собирается на этом останавливаться Да, да, вот, вот я узнаю физкультурников Наконец-то они пришли в себя Удержание, раз, два Нет, к сожалению, не помогло это вмешательство Олега В хоккее бы это назвали грамотно разыгранной тактической комбинацией Пока один дергает за ногу Второй тут же быстро-быстро пытается провести сворачивание Но нет, физкультурник Дима Хоть и удержался, но сейчас ему, конечно, не позавидуешь Потому что вот так вот его подвесили А сейчас я даже догадываюсь, что произойдет И это будет коронное раздавленное хозяйство А физкультурников Да, попал, конечно, Медбрат Дима Хорошо, что судья сейчас, как никогда, грамотно и добросовестно выполняет свою работу Не дал более буквально каких-то двух-трех секунд Постоять на уязвимом месте физкультоприветчиком на Медбрате Диме И неужели сейчас будет коронное физкультурное привет? И Ой-ой-ой-ой, посмотрите, что происходит Вовремя, вовремя опять своего напарника спасает Медбрат Леха Сам делает сплэш Александру И, похоже, Медбрате сейчас смогут одержать победу в этом первом матче нашего командного турнира Вот, наконец-то вмешался, вмешался Физкультурник Олег спасал своего напарника От одного Медбрата Александр блокирует напрыг Медбрата Димы Медбрат Дима отчаянно сопротивляется И он сейчас должен один атаковать двоих И К сожалению, одному с двумя справиться не так-то легко Бой! На тебе! Вот так вот работают физкультурники Посмотрите, какое-то прикинательное удержание! И три! Да, три! Бой окончен! Физкультурники выиграли! Вот так вот, даже как бы я потерял немножечко под двоих из них Просто задавили и придавили своими массами к рингу, можно сказать А ведь едва-едва держали победу Только какая-то небольшая, не то что даже ошибка Я вам открою страшную тайну, уважаемый коллега Тренировки, разминка, физкультура Вот три ключа к успеху Вот, давайте пересмотрим основные моменты этого матча Медбрат Леха уверенно начал этот бой Но, к сожалению, получил достаточно чувствительную атаку на плечевые и локтевые суставы Тут ему на помощь приходит Медбрат Дима с мощной атакой ногами И все эти приемы Медбратев не принесли никакого успеха Потому что физкультурники, вот вы видите, этот замечательный дидитив Да, вот этот дидитив все-таки, наверное, и был переломным моментом этого матча Который существенно подкосил ход боя Подкосил благосостояние Медбратев Да, и вся хитрость Медбратев ему тоже не помогла Вот так вот физкультурники ставят жирную, двойную, если можно так назвать, точку в этом матче И одерживают первую победу в командном турнире НФР Мощная дидитив, двойная мощная дидитив приносит им победу Ну а сейчас, дорогие друзья, мы уходим на небольшую паузу Оставайтесь с нами Дорогие друзья, весь зал буквально был шокирован Появлением генерального менеджера Михаила Вахнеева На самом последнем чемпионате опасная зона И вот почему Я примерно представлял себе, с чем мне предстоит столкнуться Но я ни в коем случае, даже в самом страшном стиле, он представит Что эти люди, он кажется, настолько эгоистичными, самодовольными и благодарными Я делаю все, абсолютно все Иду им навстречу Даю свободу Они этого просто не ценят А главное, сколько Сколько я от них всего натерпелся Мое терпение, конечно, не безграничное Сегодня оно закончилось Я был, наверное, слишком демократичным Давал много свободы Они недостойны свободы Вот вам Всем вам Отныне В НФР пришла новая власть Будет в НФР новый порядок Но если еще хоть кто-нибудь Когда-нибудь здесь Пойдет против вертикали власти Вахнеева Он столкнется с ней Не на словах А на деле Итак, дорогие друзья Наш генеральный менеджер Михаил Вахнеев Решил коренным образом Ужесточить дисциплину И в качестве своей силовой поддержки Он назначил Ивана Громова и Олега Лешина И сегодня он пообещал нам Что в своих матчах Они покажут С какой серьезной силой Придется иметь дело Всем другим участникам Независимой Федерации Рестлинга Кто будет не согласен И вы знаете Я могу только порадоваться За нашего дебютанта Независимой Федерации Рестлинга Пашу Куркину Что он в первом же своем матче Столкнется не с кем-нибудь А с Иваном Громовым Вот так вот Сразу парень Понюхает, говорится, порох Он поймет, куда он попал И осознает, что легкой жизни Ему Федерации не будет По-моему, правильное решение Может быть Но я что-то переживаю Как бы он вообще ушел С такого матча Единым целым Потому что действительно Мало того, что это дебют Но ведь он явный Представитель легковесного дивизиона И ему поставили В оппоненты Превосходящего его килограмм На 20-30 Ивана Громова Экс-шемпиона Ветерана А это проблемы Паша Курки Паша Куркина Пусть ходит в качалку Пусть массу набирает И может быть Через несколько лет Раскачается Так же, как и Иван Громов И будет драться с ним на равных А пока что Ну, я не вижу Ни одного Просто шанса Чтобы Он как-то смог В этом матче Иваню Громову победить Тем не менее Выбор Паша Куркин сделал Он вышел на ринг И все-таки Как-никак Как-то пытается Противостоять Ивану Громову А Иван Громов Похоже Входит во вкус И он хочет устроить Просто Какое-то Демонстративное Избиение Паша Куркина Почему хочет? Он прекрасно это делает С успехом Паша Куркин Ничто поднял Поддержание Раз Два Нет Паша Куркин Еще держится Хотя Многие наверняка Подумали Что прямо здесь Вот так Прямо все и кончится И Иван Громов Начинает Трамповать Бедного Пашу Мощными ударами Вы только посмотрите Как отлетает его голова От кулаков Ивана Громова Ну мне кажется Паша Куркин Стал На что он шел Хиптос Прямо на центр Ринга Так Удержание Удержание Раз Два Вы посмотрите Паша Куркин Просто начинает Удивлять Любой бы Легковес На его месте Уже бы Все Устался Это Держится Даже Вы видели Ивана Выражение лица Ивана Громова Даже Иван Громов Удивился Что Такой стойкий Ему попался Новичок Неужели Опытный Иван Громов Не мог Мог недооценить Вот этот вот Легковес Тем не менее Иван Громов До сих пор Уверен Полностью В своих силах Он поднимает Пашу Куркина О Еще один удар В лоб Так что Задумал Иван Громов О Все-таки На какие-то пару секунд Паша Куркин Оказывается Более юрким Улетай Паша Добро пожаловать В НФР Как еще можно сказать С боевым крещением Вот таким вот Соколом небесным Улетел он с ринга Да Опасный конечно Вылет Паша Куркин Тем не менее Сам встает И он не собирается Покидать Не собирается Покидать Поле боя Молодец Мужчина Настоящий мужчина Не сдается Он даже Оказывает Пытается оказать Хоть какое-то Сопротивление Иван Громов Практически безрезультатно Молодец Настоящий мужик Пусть у тебя Не столько много сил Но зато у тебя Большое Храброе сердце И может быть Большое будущее Если останется Живко И посмотрите Паша Куркин Даже умудреется В захвате встать И весь зал Хлопает Ему в знак Поддержки И Неужели это будет Нет Я не могу Это поверить Нет Нет Этого не будет А будет Спинолом От Ивана Громова Раз Два Три Иван Громов Выигрывает Я не удивлен Иван Громов Да уж Ну Конечно Не рекорд По Краткости Матча Но Конечно Жесткий дебют Пришлось пережить Паше Куркину Да Смотрите Даже Даже не может Сам встать А Ваня Громов По-моему Даже устать Не успел Подождите Подождите Неужели ему Этого мало Иван Остановись Что вы делаете Ой Они Они ставят Жирную точку В этом матче Абсолютно Никакой Красно-желтую Абсолютно Никакой Необходимости В этом не было Доказывать уже нечего Ты победил Да уж Ну что ж А теперь А теперь Саня Панков И он будет драться С Олегом Лешиным Который уже на ринге Это напарник Ивана Громова По команде Как вы уже Конечно все знаете Хочу вам напомнить Дорогие друзья Что пока что Саня Панков Не смог выиграть Ни одного матча И у меня возникают Сомнения Что не получится У него это сделать Где в этот раз Ну все-таки Ни одного матча У него уже было Естественно опыта У него гораздо больше Если сравнивать С Пашей Куркиным Который только что Провел Свой дебют На ринге НФР Надо бы сказать На самом деле Удачный был У паренька дебют За него можно Только порадоваться Вот я думаю Намеренно ли Михаил Багнеев Генеральный менеджер И предваритель Всей вот этой Компании Выбрал для Ивана Громова И Олега Лешина Таких оппонентов Которые ну прямо Скажем В общем-то Не являются Самыми яркими Представителями Российского Рестлинг А мне кажется Наш генеральный менеджер Просто хотел На их примере Показать Всем остальным Что их ждет Если хоть кто-нибудь Когда-нибудь Пойдет против его злова То есть Типа побить Слабых Чтобы боялись Сильные Почему бы и нет Да Что-то Какая-то Тонкий психологический Ход Между прочим Да я бы не сказал Что тонкий Какая-то Сомнительная психология Да Давайте Давайте мы спросим Например У Паши Куркина Или у Саши Панкова После этого матча Каково им было Они вам скажут Ответ У меня вообще Возникает сомнение В необходимости Таких акций Устрашения Для других Рестлеров Нормально Нормально Только одним способом Можно наконец Навести порядок В независимой Федерации Рестлинга Это всех держать В ежовых рукавицах Ну вот В чем я пожалуй Готов согласиться Это в том Что Все таки конечно В ахне В каком-то мере Довели сами Рестлеры Вот не надо было Все таки Так часто его Провоцировать И злоупотреблять Его иногда Даже Мягкоделостью Можно сказать Ну рано или поздно Любого человека Терпение заканчивается Раз Два Нет Нет конечно Не пройдет удержание У Сани Панкова Ну почему конечно же Он только что провел Весьма Красивый Летящий Удар локтем И он продолжает Атаку Смотрите Он даже смог Сделать Удушающий Захват головы Олегу Лешину Вы знаете Я думаю Чтобы вырубить Олега Лешина Простого удара И мощный Хиптос Смотрите Как сильно Саня Панков Приземляется На краю ринга И С места О Бэйту Бэйли Отлично Просто вот так С места Без подготовки Вот где она Грубая Неостановимая сила Раз Два Посмотрите Успел Саня Панков Положить ногу На канат И бой Продолжается А Олег Судя по его лицу Как-то даже Раздосадован И слегка удивлен Что Саня Панков До сих пор Еще держится Судья Что-то как-то Очень Посмотрите Держится Он за поясницу Саня Панков Наверное Наверное Что-то серьезное Может быть Даже траву Получил Что-то как-то Судья Очень вяло Наблюдает За тем Что у ринга Находится Постоянный Иван Громов Пока он Оказывает Конечно Только Моральную поддержку Своему Напарнику Олегу Лешину Но все-таки Я бы его От ринга Убрал Вот то Что сейчас Происходит На ринге Я бы назвал Милой Доброй Эксекуцией Кстати На самом деле Зачем убирать Ивана Громова От ринга Он не вмешивается Ничего себе Станер Проводит Саши Панков Олегу Лешину Как-то И схитрился После всех Тех ударов Которые На него Обрушились Как-то Вот он Смог Перевести Ход боя Себе В плюс Олег Лешин Лежит Держится За горло Вот Вот о чем Я говорил Зачем Иван Громов Сделал Вот так вот Почему он Не дал Своему напарнику Олегу Лешину Честно Бороться Против Сани Панкова А почему Вы думаете Что это не честно Все Что же в этом Честного Это называется Аутсайд Интерференс Или По-русски Стороннее Вмешательство В ход Боя И вот К чему Оно привело Саня Панков Проигрывает Уважаемый коллега Это привело К закономерной Победе Олега Лешина Удержал Чисто Коронный прием Сделан Чисто Никто не вмешивался Все Чистая победа О чем тут Что говорить Закономерная Но Отнюдь Несправедливая Победа Все видели Из-за чего Он выиграл Все-таки Саня Панков Более Опытный Оппонент И поэтому Естественно С ним Такой номер Разделался Так быстро Как с Пашей Куркиным До этого Не прошел А вот Мне кажется Сейчас Саша Банкова Ждет Такая же Куркина Тоже Это такое Это абсолютно Лишнее Здесь Дорогие друзья На сегодня Это все Увидимся С вами На следующей Неделе И надеемся Что события Пойдут Более Справедливым Образом Дорогие друзья Оставайтесь с нами И занимайтесь Физкультурой Дорогие друзья Продолжение следует...